Как черная риторика или умение вообще речитатива преподнести. Ну, в общении разных-разных службах, организациях и прочее. А философия, по сути, это направление умения доказать или найти доказательства. И обосновать это все. То есть в любой сфере можно рассмотреть. Но не суть, парни. Погодите, погодите. Смотри. Вот разминка для кистей. Есть у нас такая. Вот я про это и спрашиваю. Вот, получается, я делаю упор. Хрысь-прысь. Поднимаем. Вот так можем делать. Вот так вот именно разминаем бачком. Вот так вот катать. Это тоже все, да, гимнастика. Вот такие вот моменты. Потому что на турник можно вот так запрыгнуть. Даже если ребята вот так прыгают, да, по-разному. Весь хват. Держат перекладину вот так. Выкручиваются на одной руке. Поднимают, там, конечно, обвивают этот, этот, железку перекладину. Потом какой момент еще есть для кистей, для пальцев. Замочек взяли, покрутили все, да, помню, мы писали, мы писали. Покрутили так, покрутили так. Волну. В одну и в другую сторону. Обязательно. Прокруты вот такие. Как будто какой-то молоток держишь. Вот так прокручиваешь. Вот так. Рукам взял. Да, и потом это, ну, это невозможно, 100%. Это в каких-нибудь рукопашных боях, айкидо, карате, бокс, это, ну, это везде пригодится. Даже писание. Что, кисть, кисть здоровая, кисть, да, чтобы писать. Ну, сейчас, наверное, ручка не очень много пользуется. Потом интересная такая штука, когда отжимаем, мы же сегодня отжимались, мы отжимались вот так, вот так отжимаемся, да, не на кулаках. А это можно отжимать, хотя просто стойка на руках. Вот так вот встал. Просто на руках, вот, постой. Да, не самое приятное ощущение. И вот стоишь на руках. Таким вариантом, таким вариантом. Само по себе сложно стоять. И вот, и отжимаемся вот так, да. Ну, видишь, молодец, да. Ты даже можешь вот так в сторону, вот так в сторону, и все это пригодится потом. Есть вообще прыгают, приталяешь на кулаках вот так, бам, бам. Ну, карате занимался там, наверное, может быть, видел. Ребята, если не видел, то посмотри. И айкидочные темы, это вообще, ну, мне кажется, излишнее. Потому что, во-первых, видно грубые руки. И вот если мы рассматриваем такое умение самозащиты, сразу, я, например, общаюсь с людьми, сразу обращаю внимание на руки. Ну, это жестикуляция, общение, да, как бы, соответственно, там, что ты даже не так иногда на лицо присматриваешь, потому что, ну, иногда стыдноватым лицо всматриваешь человеку как-то, ну, совестно. Где рассказывают, ты разглядываешь его. Не очень приятно тому собеседнику. Ну, на руки сто процентов обращают внимание. И есть люди, кто не очень разумные, они руки свои ушатывают. У меня вот нечаянно происходит, да, какие-то еще то стараюсь сейчас скрывать. А есть такие набитые, и все. Ну, вот если я, допустим, ну, понимаю, что если ко мне вечером какой-нибудь тип подошел такой, слышь, братишка, а есть закурение. Такая кувалда у него. Я догадываюсь, что сейчас, может быть, какой-то проблема будет, что если человек с такими ручищами подходит, курит, он явно не спортсмен. Понимаете, да? Он не спортсмен, который занимается боями, а он, видать, ну, какой-нибудь не очень добропорядочный гражданин. Но уходит вот повод закурить, или сколько времени, внимание обратил на время, а бах, он что-нибудь совершил, и все. Поэтому сразу обращать внимание и стараться держаться на стороне. А еще лучше, если уж дело коснулось до дела, то цы-цы-цы-цы-бук и уйти так, чтобы никогда никто не вообще не видел там и не сказал, что там было или еще что-то такое. Поэтому излишняя перетренированность, рваные руки, вот, ребят, на турниках убивают, или там вообще, вот, вот смотри, я делаю как, я не довожу мозоли до срыва. То есть я занимаюсь, да, но вот контролирую. Если мне вот это шишки надоедают, я их потом горячего они растапливаю и срезаю. Все, у меня не накапливались такие волдыри, и не рвутся, нет смысла. Да, во-первых, я с людьми общаюсь, ну, целыми днями, и надо, чтобы все-таки, ну, руки ухоженные были, а не когда там порванные, все ушатанные, там, когда у меня морда в шрамах. Опять, ситуации разные бывают, но это не значит, что надо стремиться к тому, чтобы люди испытывали страх или там какое-то отвращение или прочее. Или пойти заниматься каким-то единоборством или умением, чтобы отомстить. Многие говорят, серый, все, я там хочу заниматься, отомстить хочу, еще доказать кому-то. Не надо, надо самому себе доказать. Что кому-то доказывать? А вот если ты, ты или я, мы овладеем гимнастикой во всех сферах, например, поварство, это тоже гимнастика. Ну, чем-то, да. Во всем, любая, любую тему касательно, потому что это надо процесс подготовки, делание, подход к разным вещам, восприятие. Гимнастика дает возможность, если расшифровать слово гимнастика, не рассматривать как старое древнегреческое слово, а именно по смыслу, да? Вот гимн, это не, что такое гимн? Это главная музыка? Это песнопение. Раньше гимнами назывались, это восхваляющие песнопения, к божествам обращались, к чему-то, гимн, это воодушевляющая песня, да, воодушевляющая. Либо гимн, это главная музыкальная композиция страны какой-то, там, нации, народности. Вот гимн, это некий энергетический поток звуковой, да, это песнопение. Что такое ас? Ас, вот вы слышали выражение ас? Ну ас, ну профессионал. Мастер, мастер, да, ассы. У нас до сих пор осталось выражение, например, ас высшего пилотажа, либо танковый ас, либо ас управляет гоночными болидами, да, ас это мастерство. Молодец. Вот гимн ас, уже как бы получается песнопение мастера, да, как бы уже близко-близко подошли по смыслу. Вот осталось тика, тика, вот ци и ка, что может быть таким? Вот гимнаст, тика. Раньше писались гимнастика, не и, а было гимнаст, т, твердый знак, ка. Вот т, это тело, твердь, это тело. А ка, это определение и хода, и роста души. Я вот только хотела, это связано или что-то японское, потому что вот именно у японцев очень красиво это все. Ай, там, например, ай. Ну это по-русски, это не по-японски, это по-русски, я сейчас тебе рассказал, по-буковице. Если посмотреть старославянскую буквицу, там до Кирилла Мефодия, там 49 букв-образов. И вот гимнастика можно перевести как песнопение мастерства тела к душе. То есть получается мы в теле создаем с помощью вот этого вот движения энергии некую силу, некое состояние, что душе в этом теле комфортно находиться, и душа счастлива. Вот гимнастикой позанимаешься, например, да, даже я уже взрослый парень, там со службы, или что, вот 5 минут, хотя палечную гимнастику сделал, там или глазную, да, или там есть гимнастика лица, там. Ты так вот порастягиваешь мышцы лица, что, бодрее себя чувствуешь, реально бодрее себя чувствуешь. И вот это во всем касается. Например, слово ушу, чинайское, да, такое ушу, это тоже переводится как гимнастика. А кунг-фу, кто значит, что это кунг-фу? Это мастерство. Есть кунг-фу рукопашного убоя, а есть кунг-фу плотника. Это мастерство. Дзюдо, это мягкий путь переводится. Вот дзюдо, это тоже кунг-фу, или карате, это тоже кунг-фу, а кунг-фу, это тоже мастерство. Есть дзюдо, мастер дзюдо, а есть не мастер, нифига, а фломастер какой-нибудь или ломастер. И вот если, например, ты или ты отнесетесь ко всему, к образу жизни, как что вы занимаетесь, гимнастикой, это во всем. Вот мы общаемся, это речевая гимнастика, красноречие называется, играем на музыкальных инструментах, или поем, это звуковая гимнастика, чтение, решение загадок, это умственная гимнастика, она очень разная, есть телесная гимнастика, есть гимнастика воображения. Я представляю, например, как я нарисую картину Леха, или я представляю, как наши народы живут счастливы, в зависимости от силы, от внутренней силы. А иногда, введение непорядочного образа жизни, нашу силу забирают. Она выходит. Ааа, что ты трогаешь? Иди занимайся. Ааа, ты такой, он такой, тесики, да, вот это аура постоянно, да, нашу энергию выплескивают, нервы выплескивают, раздражение выплескивают, и все, какая гимнастика. Мне говорят, серый, блин, братан, я две смены на заводе отстаю, какая гимнастика. Я говорю, так ты воспринимай, ну там есть с тобой общаемся, да, я говорю, ты воспринимай сам трудовую деятельность как гимнастику. Ну да. Поэтому, парни, все будет хорошо. Это я к чему тебе? Макс, раз в недельку найди возможность приходить. Ты будешь от Данили Айкидо пока, кто знает, может быть, ты подавана, нового подавана к себе в клуб запишешь? Не запишешь, потому что врачи запретили. Айкидо? Вообще все боевые искусства. А, я понял. Поэтому я и перестал ходить на каратэ. Из-за глаз? Да. Ёшкин Матрошкин. Ну знаешь, я тоже в очках, и у нас... А может быть, у него... Другое. Может быть, какая-то у него... Да, какая-нибудь важная вещь. Я очки не ношу, мне надо очки носить, я левым глазом не вижу. Может быть, если у как... Мы как очкарики друг к другу поймем, у меня атрофия зрительных нервов. Ну да, это то же самое. У меня... Я левым глазом ослеп, у меня сломался зрительный нерв, а правым глазом я вижу три строчки. Чтобы вы понимали. Три строчки. Я вас вижу, но мы друг к другу поймем. Я вас вижу как размыленный, я весь мир вижу на протяжении уже 20 лет как размыленный. Мне чтобы в какую-то тонкость глядеться, я слышу, я на слух научился воспринимать. На запах, на осязание, даже чуть-чуть, даже чуть-чуть, чуть-чуть больше, чем просто вот дотронуться. Я понимаю, да, что происходит. Но зрение меня вот лишило, поэтому... Я догадываюсь, как выглядишь ты, я догадываюсь, как выглядит он. Я не могу сказать точно. Я не могу сказать точно, как выглядит моя жена, потому что у меня уже стерлись воспоминания. Я не могу сказать точно, как выглядит моя мама или папа. Вот 20 лет я с этим. А был все стопроцентное зрение, все классно. Но вот образ жизни, путешествия, тусовки всякие, аварии там повлияло. А гимнастика спасает. И потому что я с 5 лет занимаюсь, с детства занимаюсь гимнастикой, меня это заставило лежа в больнице, когда врачи говорили, да не, 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 все, мне в Москве операции делали, все, ничего не помогало. Я просто умирал физически, умственно и по-всякому. Но в чем дело, Данил, айкидо можно преподнести как способ знакомства с миром, или карат, или как способ знакомства с миром, конечно, если по тренера там... Айкидо, я так скажу, особо... Во-первых, там нет ударов, поэтому зрение там не страдает. Ты же сам сказал, что по яйцам бьете. Нет, я говорю, это разрешено, но это разрешено только на улице. Но не всегда, но не всегда. Яйца же не глаза, че, че, не осветишь. Опс, юно. Давай, 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 давай. Первый раз позвонили. Тапки одни. А чем теперь займемся? Каким прожиним теперь займемся? Сейчас следующее смотри. Давай, знаешь, че? Сейчас, секунду, я резинку найду для волосок, которая на вас. Давай, еще раз, пожалуйста, сделай стоечку на руках у стены. Только не... Ну, надо, чтобы ты оказался... Начинаешь делать положение лицом к стене. И, пожалуйста, по перешагиваю на руках. Ты же видел, как я по-кому делал? Да, видел. Просто наружка, поперетапкивайся. Это подготовительная к ходьбе на руках. Потому что один из крутых тылков, ходьба на руках, очень смотрится интересно. Да и гадам, и дичатам она. А, ну так, ну давай, нет, а я минуту по-другому. В принципе, давай, давай, хорошо. Поперетапкивайся. По чуть-чуть, да. Левый, правый, тяжело будет. Сейчас, погоди. Левый, правый. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 сейчас помогу. Если чувствуешь, например, что руки подзагрузились за сегодня, то можно сделать акцент внимания на ногах, можно попрыгать, если руки по этому, ну, не очень болят, можно поскакать. Можно и поскакать. Можно и поскакать. Когда маты потихонечку, давай, подвигай. Аккуратно, аккуратно. Не все и кучи, да, а поправить. Можно и поскакать. А представляешь, сделать стойку на колесе, на ролике и покатиться на нем? Я тоже об этом подумал. Просто так вот. Есть упражнение, ну, тачка такая, может быть, на физкультуре, там, в детстве играли. Время их чуть... А, ты имеешь, чтобы поскакать, поперелетать с перекладина на перекладину или поспрыгивать? Ну, можно и поспрыгивать. Давай попробуем перелететь. Ты просто так хорошо маты готовишь, как будто бы для перелета. Это так, что на руках стоит, другой держит за ноги, и у кого-то берет. А, да, знаю, знаю. А это прикинуть на эти парни делали. Вот так вот. Вот так вот держат на руках, брали ноги, и этот... Поехал, покрутил. Сейчас что, первое сделаем перелет с перекладины на перекладину? Можно. Попробуем. Только помнишь, да, ноги. Высоко сейчас не будем делать. Ноги надо тянуть вперед. Ноги надо тянуть. Вот этого здесь хватит, чтобы не удариться. В принципе, отсюда до отсюда перелететь. А это сейчас потом положим. Ноги надо будет тянуть вперед. Давай, раскачивайся. И аккуратненько. Тихо-тихо-тихо. Да. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Живой, хорошо? Живой. Так, аккуратно. Сейчас, лишь бы камень. Да, но... Помнишь, да, русские не сдаются. Пробуй. Все-таки в перчатках? Давай. Ну, как бы сейчас Максим, потому что если зайдет, он по-любому камеру опрокинет. А надо, чтобы она не разбилась. Потому что не очень будет. Интересно. Тяжелее, да. Раскачиваешься и ножками вперед летишь. Ну, да. Давай. Вот, чуть-чуть. Смотри, сейчас попробую. Ну, если бы не пол, я бы доведел и спотился. А ногами надо бы вот так. Вот так. Я знаю. Я пытался. Сейчас, погоди. Сейчас попробую. Ну, конечно, да. Без варежа поздираются. Давай пока прыгай, потому что перчатки одену. То есть перчаток, они просто шатаются. Да и в перчатках тоже шатаются. Потому что давление. И давление. Ну, хотя бы не так, знаешь, кожа не так рвется. Потому что здесь же мы руками зацепляемся, и кожа прям надрывается. Не выдерживает. А это тело нам крутым задало, да, организм. А вообще крутая телега. Самые восстанавливающиеся. Ииии... Оп! Да, вот ты ногами вниз летишь. Тебе бы хватило бы этого расстояния. Получается, ножками сам в низ приземляешься. Так, все шатается. Да-да-да-да. Ну что, пробуем? Попаться! Так, сейчас в другую сторону. Вообще, нифига не вижу. Я просто даже это расстояние... Полтора шага. Крючком. Все, мне тоже переживаю. Переживаю, что не выиграет. Переживаю, что упадает. Я знаю, как это ломается. Я знаю, как это борнет. Как не хочется, чтобы что-нибудь сломалось вообще. Ну-ка, надо осилить нам. Ну-ка, давай, сейчас я тебя подсоблю. Делаешь раскашку, я тебе спокойненько ноги только вперед терю. Давай, начнем три, да? Раз. Тихо-тихо-тихо-тихо. О, молодец. А чего не увеселся? А, все, я его ногами в пол ударился. Подожмать, 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 поджать надо, подожмать. Ну-ка, давай попробую. Просто, когда летишь, ноги к себе подожми и получается, ну, как зацепить. Я тебя, как это, помогу долететь. На счет три, да, давай. Ножки к себе поджимаем, ножки к себе. Тяжело? Последний разок. К себе потянем. Раз. Давай на два. Два. Пять за чуть-чуть. Молодец. Сейчас. Блин. 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 Но нет, сейчас. Надо у этого, у Макса спросить зажигалку. Так, погоди. Ты пока сними. Возьми другие севажки. Эти мы их запаяем. На их пока туда брось, там другие, посмотри. Эти мы будем эти дать. Ну, мне кажется, эти маленькие будут. Посмотри, другие. Приняйте, тебе вообще их не жалко. Можешь их одеть и эти, и размотаются, и размотаются. Еще привезем. Грузить, вам сейчас есть пациент.